Владимирские наркополицейские нашли эффективный способ борьбы с распространителями дизайнерских наркотиков. Многие ошибочно считают их легальными и даже не думают, что с них начинается путь в никуда. Поэтому важно вовремя удержать молодежь от рокового шага. Об этом сегодня, в Международный день борьбы с наркотиками, говорили люди, которые стоят на передовой этой самой борьбы. За последние два года правоохранители и медицинские учреждения поставили на учет в шесть раз больше наркоманов, чем раньше. Проблема настолько разрослась, что занижать данные никому не выгодно. Стать наркоманом очень просто, а вылечить крайне сложно. Начинают подростки с курительных смесей. Что самое опасное? Опасное, что очень быстро курительные смеси разрушают память и психику. Очень быстро. Некоторые бывают, такая чувствительность деток, что это возникает с одного раза. А потом остановить невозможно. Поэтому, если взрослые заметили, что у ребенка изменилось поведение, стоит показать его специалистам. Психологи советуют лучше перестраховаться, чем сделать вид, что все образуется и проблема решится сама собой. Она ведь лежит в области психологии, собственно говоря. Меж личностного взаимодействия. Когда дети не могут найти общий язык с родителями. Когда родители, пытаясь повысить благосостояние своей семьи, зарабатывая денежку для семьи, не уделяя должного внимания воспитанию своих детей, просто не разговаривать с ними. Потому что иногда ребенку просто поделиться даже не с кем своими радостями, горестями. Именно близкие должны помогать наркозависимым. Ведь одними репрессивными методами проблему не решить. Да и государство теперь больше настроено лечить и заниматься реабилитацией. Теперь даже принудительно. Может быть, впервые со времен советских лечебно-трудовых профилакториев сегодня суды будут выносить решения, в том числе за потребление наркотиков по административным материалам и принуждать человека пройти обязательный курс лечения. Значит, в случае уклонения предусмотрен административный арест сроком до 30 суток. Суд направил на лечение два жителей области. 20 человек предпочли сами отправиться в больницу. В районе Содышки в ближайшее время должен появиться новый реабилитационный центр. Еще есть шесть общественных организаций, которые помогают вернуть к нормальной жизни наркоманов. Но им не хватает средств. Кстати, Владимирские наркополицейские нашли методы борьбы с так называемыми дизайнерскими наркотиками. Многие почему-то считают их легальными. Мы решили проблему дизайнерских наркотиков. Отработали механизм привлечения к уголовной ответственности за сбыт аналогов. Благодаря взаимодействию с специалистом в области фармакологии. И далеко не во всех регионах этот механизм действует. Знаете, что спайсы – это дизайнерские наркотики. И формула меняется еженедельно. То есть еженедельно в мире синтезируется новый наркотик. Делают их из аналогов наркотических средств, которые не входят в запрещенный список. Поэтому возникают юридические сложности. Теперь же на помощь пришли фармацевты и химики. Они чутко определяют, что наркотик, а что нет.